Ну вот вода бежит уже несколько минут, наверное минут 15-20, и температура ее не выше, чем 35-40 градусов, самое большое. Теперь платить за такую условно горячую воду Владимиру Филатову не надо, как и многим другим горожанам, кто каждое лето сталкивается с аналогичной проблемой. С 1 июня ЖЭКи обязаны делать перерасчет, только вот как это будет происходить, объяснять жильцам коммунальщики не торопятся. Наши специалисты, вот я имею ввиду из управляющей жилищной компании, нашим жильцам, которые к ним обращались, конкретно ничего не разъяснили и ничего не сказали. Никто конкретно механизма перерасчета из нас не знает. А механизм перерасчета достаточно прост. В первую очередь жильцам нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. В течение двух часов они должны либо устранить непорядок и оказать услугу надлежащего качества, либо приехать и составить сами акт. Если в течение двух часов представители управляющей компании не приезжают, тогда уже вы самостоятельно можете оформить акт, пригласив двух соседей. Акт составляется в произвольной форме, но обязательно в нем должны быть указаны дата составления, номер дома и квартиры, плюс данные собственника. Кроме того, обязательно нужно измерить и указать температуру горячей воды. От нее будет зависеть размер перерасчета. Если температура ниже 40 градусов, потраченные кубы посчитают по нормативам холодной воды. Если от 40 до 60, то жильцам пересчитают плату в процентном соотношении. Чем холоднее, тем ниже будет плата. Этот акт, подписанный собственником квартиры и двумя свидетелями, нужно отдать в управляющую компанию. С этого дня и пока из крана не побежит вода не ниже 60 градусов, брать плату за нее, как за горячую, коммунальщики не вправе. Если у вас этих перерасчетов нет, собственникам необходимо написать заявление в свою управляющую компанию. Если они не делают перерасчет, обращаться к нам в государственную жилищную инспекцию. Мы проведем проверку и выдадим предписание этим управляющим компаниям. Теоретически все просто. Как это будет работать на практике и будет ли, станет известно уже в начале июля. Как только горожане получат первые расчетки после вступления закона в силу. Руслан Романов, Владимир Чебодаев. Новости. Седьмой телеканал. Субтитры создавал DimaTorzok